Чё тут такой быстрый светофор-то, господи, тут же, наверное, это, престарелые люди в основном ходят. Типа меня в 35 плюс. Ксюха, давай включайся, репортаж уже ведём. Расскажи, куда мы приехали. Мы только не знаем. Нафиг мы ехали на метро. Да, потому что здесь парковка стоит 380 рублей в час. А, ещё потому что потом мы поедем на локейшн скаутинг. Кто ловится? Такое местечко вообще не стрёмное. Так, выяснилось какой-то наив... Я, кстати, запикиваю всё-таки слова, очень прикольно получается, мне очень нравится. Вот, короче, оказывается, есть главное здание, вот это, которое красивое, как ресторан выглядит. И напротив, значит, храма есть ещё второе здание, которое выглядит как морг. Вот, это называется галерея. Там типа вроде как другая экспозиция, а на сайте как бы не очень понятно, потому что там написано, билет ты можешь купить на основную экспозицию. Основная экспозиция, она как бы одна. А оказывается, есть основная экспозиция в галерее, и это одно. А есть основная экспозиция в главном здании, и это вообще другое. Вот, короче, всё стоит по 450 рупий. Сейчас пойдём попробовать. Вот этот мужчина немного с повышенным индексом массы тела нас сейчас, наверное, будет запускать. Так, галерея Пушкинского музея. Ммм, нормально, кстати. Вот тут прикольная штука с лупой, очень маленькая картина. Какое-то место с инсталляциями. Не очень меня впечатлило, но выглядит интересно. Вот тут непонятно таблички, к какой картине относятся. Видите, они висят ровно посередине и непонятно где что. Табличка в фирменном стиле говорит о том, что готовьтесь вытирать под салфетку, это и правда. Вентиляция так себя. Понравилась скрипка, необычно выглядит. Тусклые какие-то картины. Не знаю, был ли такой замысел или уже сотрудники Пушкинского музея запороли картину и так выглядят. Крест. Крест – это всегда круто, и парень сейчас пройдёт. Он видел, что я снимаю, но он, видно, с Москвы, поэтому всё равно прошёл, потому что ему так было надо. А тут я показываю, насколько я недоволен этим заведением. Вот видите, это серьёзное лицо. Вот, это я выхожу и сейчас расскажу, в чём был весь замут. Оу, нифига. Это мы ещё нормально зашли. Люди, короче, не в курсе, что там полнейшая лажа. Ладно, короче, суть конфликта какая была. Мы купили билеты электронно, да. Они предупреждают на сайте, что, типа, покупайте, чтобы не стоять в очередях. Мы купили. Вот, заходим. Ксюха говорит, я хочу аудиогид. Ну, блин, ну, нормальное желание, наверное. Ну, вот. Я подхожу, значит, к этой кассе. Там стоит дофигища людей. Рядом окошко, где продают аудиогиды. Вот. Я, ну, спокойно говорю, как в пятёрочке. Позовите, пожалуйста, в кассира. Да, вот сюда. Она отвечает, типа, она отошла. То есть, понятно, что она отошла. Я говорю, позовите кассира. Она отвечает, не в хлопат. Ну, вот. Я говорю, давайте жалобную книгу, тогда будем разбираться. Она говорит, а, это у администратора. Я подошёл к администратору, говорю, давайте жалобную книгу. Она говорит, у нас жалобной книги нет. И показывает в ней визитку с имейлом в фидбэк, что-то там, короче, собака музея Пушкина. То есть, коммерческая организация берёт бабки за вход. Да, вход у меня оплачен. Я жалуюсь на обслуживание, потому что оно некачественное. Меня отвечает, пишите на фидбэк. Я говорю, вы готовы на камеру это сказать? Она говорит, ой, давайте без съёмок. Я позвал охранника, говорю, у нас конфликтная ситуация. Да, я не доволен обслуживанием, мне не дают жалобную книгу. Ну, типа, чтобы она первую охранника не позвала, да? Ну, как бы зачем? В итоге, короче, Ксюха сказала, что ей, в принципе, аудиогид не особо-то и нужен. Вот, мы обошли эти залы. У меня глаз ни за что не зацепился, кроме пары картин, вот эти, которые я показываю. Вот, а тебе как вообще? Слушай, ну, видно, что это дом, то есть основная, в главном здании, но я рада, что видела ДГА. А почему цена тогда, если есть как бы основная нормальная экспозиция и ГАЛА, почему цена на ГАЛА и на основной одинаковая? Ну, это достаточно нельзя. Я думаю, что у них какая-то единая цена на все. Спасибо за твою поддержку. Ты подошла, обняла меня. Я, в общем, понял, зачем ты это сделала. Сначала как бы ушла, ну, типа, чтобы дать мне остыть, да, чтобы я один походил чуть-чуть, а потом пришла и обняла меня. Поверь, это было столько усилий. Ну, да. Слушай, но я считаю, если ты оказываешь услуги, берешь за это деньги, ты должен это делать качественно, как вот я, например, в своей компании. Я считаю, что это необоснованная злость и агрессия. Проблема в том, что они должны были извиниться, сказать, извините, у нас, значит, сотрудник отошел, я постараюсь работать быстрее, да. А администратор, она мне сказала, пиши на email, у нас нет жалобной книги, понимаешь? Это же ненормально. Лёш, что ты хочешь от государственной истории? У них нет резона обслуживать хорошо, потому что они получают за твой процент. Официант тебя обслуживает, облизывает, тебе делает ангелос только потому, что хочет, чтобы ты ему оставил чаевые. Его отношение к тебе зависит от денег. А почему в Третьяковской галерее все нормально и даже в кафе булочки вкусные нам понравилось? Слушай, раз на раз не приходится. Понимаешь, тут просто, ну, в зависимости от человека, кто любит свою работу, кто не любит свою работу. Ладно, поедем дальше. Ты что-то хочешь, блин, от государственных сотрудников за копейки? Ну, что ты от них хочешь? Ну, пусть работу другую найдут, если им это не нравится. Пусть работу другую найдут, если им это не нравится.